Актуальное интервью Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в студии, вы у нас в округе первый раз. Расскажите, что привело вас сюда. Меня пригласили на юбилей местного литературного объединения этнографический центр, этнокультурный центр. Меня, конечно, очень поразили эти люди, то, как они делают свое дело, то, как они полны энтузиазма, как они работают в слаженной команде. Я такое вот наблюдала раньше только у каких-то неформальных молодежных объединений, которые делают какое-то дело. А здесь взрослые люди, и они так заинтересованы в том, чтобы сделать там хорошо и красиво, очень по-доброму выражают. Вы второй день уже здесь, да, и уже успели что-то посмотреть. Какие впечатления сложились об округе? Ну, первое впечатление, конечно, это когда я вышла из самолета и увидела узкую-узкую полоску солнца на самом горизонте. мне объяснили, что вот солнце сейчас выходит так, то есть вот оно показывается вот буквально на эти доли сантиметра, да, там над горизонтом, и все. Причем дело было в полдень. И вот тут я, наверное, поняла, что такое по-настоящему, что такое полярная ночь, которая скоро наступит. И я очень восхищаюсь людьми, которые способны это из года в год переживать, а не сходить с ума. Аня, с чего начиналось ваше творчество? Я начала писать в очень юном возрасте. То есть я буквально начала разговаривать, и тут же начала зарифмовать какие-то стихи. То есть мама вот говорит, что она записала, когда мне было три года, стихотворение, что-то «Бобик-тобик крепко спал, и на речку не попал». Он кричит, что глубоко, и вообще не знаю, что. То есть научилась говорить, научилась рифмовать. Это, естественно, для меня. А в семье были уже люди, которые так же, как вы, умели рифмовать? Ну, дедушка, точнее, прадедушка всю жизнь писал стихи, но он писал стол, как бы я потом находила его, тетрадки. Да, вот он что-то писал. Вы родились в Украине? Я родилась в Советском Союзе. В Советском Союзе, да. Вы сейчас живете в Москве, Аня, да? Но до этого у вас такой был тоже сложный творческий путь, и вы были военкором в Донбассе. Вот что привело вас туда? Почему отправились? Я много где жила, действительно. Я жила и в Киеве, потом я жила в Санкт-Петербурге. Как раз на момент начала войны на Донбассе я жила, в общем-то, в Санкт-Петербурге. На Донбасс я уехала, ну, дело в том, что еще с киевского периода моей жизни у меня остался человек, который был мне небезразличен, и он ушел на эту войну, воевать за Луганск. В какой-то момент мы снова начали общаться, мы признались друг другу в любви. Я собиралась переезжать уже к нему там, чтобы жить с ним там долго и счастливо, но, к сожалению, он погиб. И чтобы не сойти с ума, я поехала на Донбасс и стала делать там какую-то полезную работу. Полезная работа, которую я могла делать, это журналистика. Это вот то, что я умею. И с тех пор я проработала там три года журналистом. Потом вернулась. Потом вы вернулись... Вернулась в Петербург, да. В Петербург, да. А в Петербурге вы работали, можно знать, где? В Петербурге я работала на Пятом Канаре. То есть продолжала работать в журналистике. Сейчас я в Москве. И, в общем-то, я фрилансер, работаю с несколькими изданиями. Почитала ваши произведения, да, такие с трагической ноткой. Всё-таки отразилась вот эта личная трагедия, да, на ваше творчество? Ну, разумеется, она отразилась, она не могла не отразиться. У меня вообще как-то жизнь основательно треплет. То есть там на Донбассе в последний год своего пребывания там я вышла замуж за человека. Ну, то есть меня отпустило вот, да, как-то вот та боль. Я встретила другого человека, снайпера, вышла за него замуж. Ну, правда, потом пришлось нам разойтись, потому что он уже не мыслил своей жизнью без войны, а я хотела вернуться. И вот в этом сентябре его убили. Вот, я не знаю, за что как бы жизнь так со мной испытывает меня на прочность, но испытывает. И тем не менее я пишу не только про боли смерти, но ещё про котиков. Про котиков, да. Интересная была история с котом, который помог вам, да, выйти из вот такого состояния тяжелого. Расскажите, пожалуйста, о нём. Да, это было в 2015 году, вот когда я весной тогда похоронила Лёшку Журавлёва, вот этого человека, которого я безумно любила. Это первый ваш муж. Да, капитан артиллерии Новороссии. Я тогда, ну, просто я не знала, как жить, зачем жить. Родители были далеко, друзей. Я, ну, наверное, тогда просто не подпускала уже к себе никого близко. Я совсем, то есть у меня была одна отдушина работа, да, и то как раз тогда затишье было. Не стреляли, я на фронт не ездила. Было достаточно много свободного времени, и я начала, наверное, сходить с ума. И так же получилось, что тогда же я подобрала котёнка. Котёнка хотели... Котёнка, короче, посадили в коробку, заклеенную скотчем, и просто выбросили в лесополосе. Да, вот этот котёнок, как бы он так хотел жить, что он громко мяукал, и его нашли. И я взяла себе этого искусственно выкормленного котёнка, да, там, он маленький, мне достался, на ладошки помещался. И как раз, когда я решила покончить с собой, я подумала, что, ну, а как же, кто же будет ухаживать за котёнком, кто его накормит. Я здесь, короче, что-нибудь сделаю с собой, а он останется один и умрёт от голода. И тогда я как-то собралась силами, пошла к врачу, объяснила, что вот я, что мне очень плохо, меня подлечили. Я поражаюсь, Аня, да, твоему мужеству. Сколько на Донбассе это было? Три года. Три года. С 2015 по 2018. Как там вот самой не сойти с ума вот в таких условиях? Как тяжело потом отходило вот от переживания? Очень тяжело, я до сих пор не отошла полностью. В прошлом году, когда я уже вернулась, через полгода меня накрыло вдруг нервным срывом. Просто всё хорошо, да, я там по гастролям байтическим езжу, меня накрывают просто. Я сажусь, я плачу. Я не то что выступать не готова, я сейчас не могу там встать из-за стола, потому что я вот сижу и рыдаю. И сейчас всё это, я не отпустила этого, я не вернулась с войны. С неё невозможно, наверное, полностью вернуться, если так погрузился. Я продолжаю туда ездить, хотя, конечно, сейчас я уже там не живу. Хотелось бы чаще, конечно, ездить. Вот у меня остались там многие друзья, которые воюют, с которыми я познакомилась за период своё нахождения там. Угу. Аня, у тебя есть псевдоним Лемерт. Что оно означает? Откуда он вообще взялся? Он взялся из, господи, когда мне было 16 лет, я сочиняла сказку, там, ну не сказку, а какую-то фэнтези, там про какие-то... Там были, фигурировали, кроме людей, какие-то вот такие выражения каких-то идей. То есть они были олицетворёнными, да, там, очеловеченными. И вот там был главный антагонист, он воплощал абсолютную свободу. Я, кстати, считала, что даже в 16 лет тогда считала, что вот воплощение абсолютной свободы – это антагонист. Он, конечно, хороший был персонажем, симпатичным, но абсолютная свобода – это очень страшно на самом деле. И его звали Лемерт. И вот когда-то я, ну, когда я там стала в интернете писать стихи, выкладывать, я назвалась этим именем. Интересно. А помнишь, вот когда написала свой первый стих, это вот как раз ты рассказывала о нём, да, что мама нашла? Может быть, это был первый, может быть, нет. А в школе как-то выступала перед своими друзьями? Понимали они твоё творчество? Нет, я писала в тетрадочку, но меня очень поддерживала семья. Если бы, ну, то есть, может быть, если бы семья в меня так не верила, я бы не была всю жизнь убеждена так, что вот я должна всего добиться. Очень много сделала вера, вот что и мои родители, и мой отец, и моя мама, они всегда верили, что я там большая поэтесса. Молодцы. Они сейчас живут на родине, на вашей, да? К сожалению, да, но я вот очень мечтаю, чтобы они изменили. Аня, кто твой читатель? Ведь у каждого, да, поэта, писателя, своя читательская аудитория. Вот когда-нибудь анализировала, кто это? Это молодёжь. В первую очередь, это, конечно, молодые люди, да, ну, молодые люди уже с каким-то бэкграундом, обычно не подростки, хотя подростки меня тоже читают. Но если так убрать у среднённого читателя, то это человек, там, лет 25, который много читает, да, который увлекается современной литературой, часто той же фантастикой, фэнтези, вот, и который достаточно неформален по своему образу жизни. Вот, ну, чаще всего я таких людей вижу на своих концертах, конечно. Конечно. И вот когда я выступала в Нарьянмаре, ко мне тут, ну, был огромный зал, я была удивлена, то есть больше 50 человек пришло, и среди них много молодёжи. И вот именно молодёжь ко мне подошла после концерта фотографироваться, брать автографы, вот именно им всё это интересно. Хотя, конечно, ну, там, меня взрослые читатели тоже очень уважают, особенно там донбасские, донбасские мои стихи среди там старшего поколения очень активно распространяются. То есть нельзя сказать, что я поэт для какого-то одного читателя, очень у меня неравномерно распределена аудитория. Часто ездите по стране? Да, часто я очень много... Я люблю путешествовать. Я и со стихами езжу, и просто езжу. Ну, просто езжу я в основном походы. Походы — это Мурманская область, прежде всего, меня привлекает. Вот я этим летом дважды Баренцево море, там, за Териберкой я ходила неделю по тундре, и потом 10 дней я ходила по хибинам. А так в основном я выезжаю, не просто так выступаю, я выезжаю с концертами. Вот сейчас я вернусь в Москву, подлечусь, потому что я простудилась уже, поеду в Питер, потом поеду в Саратов. Вот как минимум две такие поездки у меня до конца года. Аня, а почему ты говоришь, что любишь Мурманск? Что тебя там привлекает? Ну, не сам Мурманск, а сам Мурманск. Я была как бы один раз, я люблю вот именно этот север, эту тундру. Вот именно в тундру я влюбилась, когда я впервые увидела, это были лавозерские тундры. Люблю, как эта тундра смешивается с лесом, люблю, как ягель на солнце сияет, как свежевывавший снег. То есть ты попала в свою стихию, приехала в Ненецкий округ, да? Да, да. Только здесь сейчас все, конечно, засыпано снегом, но все равно мне очень... Вот нас ввозили в центр арктического туризма, и если бы, конечно, я была не такой приболевшей, я бы получила больше эмоций, но и так вот все эти елочки припорошенные, да, как бы олени, чум. Я люблю и культуру севера, и историю севера, и его пейзажи. В общем, я просто хожу в походы, потому что я фанат севера. Откуда еще черпаешь вдохновение? Ведь любому творческому человеку оно необходимо. Вы знаете, оно берется из всего, включая, не знаю, новостные сголовки. Недавно был случай, когда девушку редактора Интерфакса нашли на территории церкви, она там прижалась к стене и все повторяла, что ей все это кажется. Не смогла, не удержалась, и написала про это стихотворение. Но в основном это какие-то сюжеты, которые придумываются внутри моей головы, и какие-то фантастические, фантасмагорические сюжеты, которые, ну... Однажды, например, ко мне пришла в голову идея про пенсионерку в деревне, которая строит то, что невозможно. Она строит не самолет, она строит, короче, вот такую какую-то... что-то там из веток и палок, лодочку, которая полетит на небо, и в итоге она ее строит и улетает. Вот, то есть какие-то такие сюжеты оторванные. От реальности. Да. Ну, иногда не только от реальности. Когда умер Леонов, я придумала, что на самом деле он не умер, а еще там в 91-м он улетел на другую планету. Сейчас сидит и смеется, а по телевизору на двойника все это время показывали. А какие-то сюжеты вот к фильмам есть в планах написать? Ну, нет, у меня как бы сюжеты так подолгу не вынашиваются. А сюжеты, ну, там, по фильмам... У меня есть одно стихотворение, написанное там под вдохновением от сериала «Сверхъестественное». Но это скорее исключение, чем правило. Я не пишу вторичных текстов по мотивам чужих произведений. Какие твои любимые поэтессы или поэты? Это очень сложный вопрос. Я очень люблю Юрия Смирнова. Это верлибрист. Ну, если брать не только живых, да, это Борис Рыжий, конечно. Ну, если совсем углубляться в прошлое, это Есенин. Ты наверняка уже смогла познакомиться с творчеством наших ненецких поэтов, писателей. Вот кто оставил вслед в твоей душе? Вы знаете, я пока читаю «Альманахы», потому что я ещё не слышала, как они выступают. И я пока ещё только знакомлюсь с творчеством, имена ещё как-то... У меня есть в голове, да? Да, да. Аня, как проходят твои творческие встречи? Хотелось бы побывать, я думаю, когда-нибудь обязательно приеду. Ты наверняка не только знакомишь с творчеством, но и со своей биографией. Вот я, когда готовилась к интервью, искала, почему-то, к сожалению, очень мало каких-то биографических страниц. Почему? Не любишь так афишировать, да? Ну, я стесняюсь даже в каком-то смысле. Именно из-за трагизма моей биографии я боюсь, что это будет каким-то дополнительным рычагом, типа давление на жалость. Ну, на самом деле, многие мои читатели уже давно знакомы с моей биографией. То есть я веду блог, как бы, и я всего этого не скрываю. Вот. И они приходят уже подготовленными на концерты. То есть я отвечаю на вопросы, но я не рассказываю... Иногда и бывает, что я рассказываю какие-то истории из жизни, из того же донбасского опыта. Но это обычно происходит либо спонтанно, либо если читатели задают вопросы. А так, в первую очередь, мои встречи — это концерты. Потому что я за долгие годы выступлений, да, я там выработала определенную сценическую подачу, постановку голоса, да. То есть это я не пытаюсь делать шоу из своего выступления, но я стараюсь, чтобы это не было просто, там, пришла девочка и, там, читать стихи из своей книжки. Аня, несмотря на то, что жизнь тебя, да, как ты говоришь, поломала, и были там трагические страницы, ты называешь себя и человек-анекдот, потому что с тобой случаются какие-то смешные истории. Так на самом деле происходит? Да, ну, как-то у меня постоянно какая-то веселуха, и нескладуха. Так бывает часто, кстати, у творческих людей, да? Я очень над многим смеюсь, я на самом деле очень веселый человек, которого многое может рассмешить. Только не задавайте, не простите меня сейчас вспомнить какую-нибудь смешную историю, потому что, понимаете, как раз вот в такие моменты судорожно пытаешься что-то вспомнить, и оно все разлетается. Я просто достаточно весело воспринимаю жизнь, стараюсь. А есть ли какие-то стихи вот именно шутливого характера? У меня про кусь есть. Можешь прочитать? «Люби, говорю, люби, говорю, не кусь. Спиной шерстяной прижимайся ко мне, люби. Так ночь наступает, а я в любовь облекусь и буду гладить, и спрячусь ее глуби». А он отвечает «Кусь». Говорит «Я есть». Я, может быть, не любовь, а благая весть. Я, может, вообще не чтобы я сам любить, а чтобы вот так среди ночи с тобой говорить. «Я есть», говорит, «Посмотри, я совсем другой. И нос у меня не похожий на твой, и шерсть. Живот мой роскошен, как поле поздней весной. И роза в мой рот, и уши остры. Я есть, я радость небесная, я другой. Так гладь моё горло и уши мои тереби. Учись понимать язык полуночный мой. Люби, говорит, люби, говорит, люби». Это стихотворение вы как раз посвятили своему четвероногому другу. Он любит кусь. Он, слава богу, живой. Да, да. И здравствуй. Сколько вы сейчас есть? Ему четыре года уже. Вот он меня сейчас ждёт. И там, наверное, сердится где-то, где, говорит, моя Анечка шастает. Он в Москве, он с вами так и путешествует. Да, конечно. Короткие поездки я его не беру, а так, когда переезжаю, конечно, беру. Я веду блог от его лица, несколько блогов ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Там Феликс Добрый Кот, он пишет с грамматическими... Кот учёный он у вас, да? Да, он там президент шкафа, повелитель коробочек. И вот он с грамматическими, правда, ошибками он там пишет, потому что он лапками пишет. Вот такой вот кот. Аня, какие вот темы тебе сейчас близки? Есть такие, которые... Ну, бывает, что уже у писателей, у поэтов, там, периоды, да? Сейчас у меня период, скорее, ухода вовнутрь и поиска в себе каких-то важных ответов. И пишу я об этом. Знаю, что были удостоены премии «Молодой Тельвик». Расскажите, Аня, за что получили высокую награду. Это как раз журналистская премия. Я получила её за очерк о Донбасске. Это история о том... Это очень трагическая, на самом деле, история. По Донбасску постоянно стреляют. Даже когда по телевизору этого не показывают, там всё равно продолжаются обстрелы. И вот один снаряд прилетел в дом. Там жил ветеран Афганистана Виктор Артемьев. И сам уже не молодой. У него был сын, который... Сына этого он похоронил в 2015-м. Сын воевал за ополчение. Ну, за наших. А вот он жил со своей мамой 80-летней. И сам он ходил на каблуках, на костылях. Да, он плохо ходил. И вот когда начался обстрел, они, видимо, с мамой старенькой этой поспешили, поковыляли к погребу. И не успели. Снаряд вот застал их. Как бы вот они шли. Первое, что я видела, это вот в этом дворике аккуратником, да, эти вот костыли с брызгами крови на них. Вот. И за этот очерк я получила, соответственно, премию. Ну, лучше бы его, конечно, не было. Есть еще и книги у вас из «Осажденного десятилетия». Вот расскажите, они долго или работали? Книга из «Осажденного десятилетия» появилась так. Ну, у меня же несколько книг на самом деле. То есть до этого была книга «Хроники внутреннего сгорания», которая вышла в 2013. Интересно очень название. Ну, да, вот так придумывают. Я просто писала стихи. Писала стихи о любви, о своей. О вот Лешке Журавлеве. Ему там очень много стихов посвящено. А потом вот он погиб. Я спешно собираюсь на Донбасс, чтобы тоже погибнуть. И мне кто-то говорит, что ты, ну, вот хотя бы издай эти стихи, которые ты тогда писала. «Издай», чтобы, ну, если что, хоть памятник такой литературный был. И, знаете, я просто собрала эти стихи в книгу, да, как бы даже особо не там раскидывая, не формируя, просто как есть, да, как бы отдала. И вот вышла эта книга. Вот тиражом тысяча. Уже он расходится, ну, почти закончился. А Алексею сколько было лет? Ему было 26, как и мне, в ровеснике. А помните вот встречу первую? Да, помню. Я тогда организовывала в Киеве мероприятие. Бал я организовывала. Ну, в частности, там, бал был в рамках этих мероприятий. Он мне начал писать, задавать мне там вопросы про этот бал. Ужасно меня там раздражал, потому что он очень занудный был, дотошный. Вот там он приехал с барышней, мы познакомились как-то. То есть он с подругой своей приехал? Ну, это была не его девушка, ну, что-то как-то у них были, не знаю, вот. Наша общая подруга. Но мы как-то тогда не... Я не обратила на него внимания, потому что у меня, как бы, таких мальчиков, там было ещё 60, и за всеми нужно было проследить, чтобы всем было хорошо. Это не литературное мероприятие было, это вот ролевая игра. А потом у меня был концерт. Он жил в Днепропетровске. Он узнал об этом концерте буквально за 15 минут, что ли, и изменил все планы, и приехал ко мне на концерт. Я очень удивилась. Как раз тогда я собиралась на другую ролевую игру по мотивам Ирландии, по мотивам мифов ирландских. И мне нужен был брат-близнец, чтобы кто-то сыграл моего брата-близнеца. Я говорю, а если ты такой внезапный, тебе слабо, короче, через две недели поехать играть моего брата-близнеца? Он такой, а не слабо? И поехали, и там же на этой игре начались у нас чувства. То есть он тоже такой творческий, да? Ну вот он, это скорее, ну не формал, да, как бы, я бы не назвала его творческим, он скорее математик, программист, человек занудный, обстоятельный, такой, несмотря на определенную, да, как бы способность к стремительным решениям. Он был великолепным вычислителем. Артиллерийский вычислитель — это человек, который высчитывает параметры, которые нужно заложить там в гаубицу, чтобы снаряд полетел как надо. Мне рассказывали, что именно та батарея, где он был вычислителем, да, вот удерживала долго Луганск, где-то в 2014 году. Потому что там же, конечно, как в 2014 году, там было как, ну набирали людей, многие из которых вообще никогда не воевали. Он тоже воевать не умел. Вот. Но ему показали, как там посчитать этот снаряд. И посчитать он мог. И он считал. Потом он уже стал командиром этой батареи. Вот. А так он обеспечил эффективную работу. Может, тогда благодаря ему не смогли зайти с той стороны в Луганск. Вы поженились с ним потом, да? Через какое время? Мы не были женаты. А, вы не были женаты, да? То есть потом... У меня был брак до этого, вот. А мы с ним не успели пожениться. То есть он погиб 26 лет, да? Да. А родители, с родителями поддерживаете свою связь? Он сам не поддерживал связь со своей матерью. Так что нет. Да. А второй ваш супруг, вы уже... Сколько с ним вы вместе были? Мы были совсем недолго вместе, год. Это была очень такая романтичная и красивая военная история. Мы встретились, и через три дня он на руках понёс меня в ЗАГС. Но вот как оно быстро случилось, так вот и, к сожалению, продлилось недолго. Потому что я не могла уже на войне. Я очень от неё устала. Я хотела вернуться к друзьям, к своим северным походам. А что держала, Аня, там? Ну ты же достаточно долгое время. Это же не каждый ещё мужчина. Я считала, что я делаю полезную работу. Но к тому времени на Донбассе для журналистов уже тоже создали невыносимое совершенно условие, когда делать эту работу... Ну тебе приходилось в первую очередь сражаться с какой-то бюрократией военной, чтобы тебя там пустили, дали снять репортаж. И я не видела смысла просто в дальнейшем пребывании на Донбассе. Плюс, ну, это же морально очень тяжело постоянно находиться среди вот этого чужого горя. Я хотела уехать, а он уже не представлял. То есть вот это бывает у людей уже деформируется психика, и он уже говорит, я не представляю, кем я буду в мирной жизни, зачем. И он категорически отказывался уехать. Нам пришлось расстаться. Аня, в завершение нашей передачи хочу, чтобы ты прочитала какое-нибудь свое произведение, а можно есть, наверное, какое-то любимое. Да. Бог говорит Гагарину, Юра, теперь ты в курсе. Нет никакого разложения с гнилостным вкусом. Нет внутри человека угасания никакого, а только мороженое на площади, на руках у папы. Запах травы да горячей железной подковы, березовые сережки, еловые лапы. Только вот это мы носим в себе, Юра. Смотри, я по небу рассыпал красные звезды, швырнул от Калининграда и до Амура исключительно для радости, Юра. Ты же всегда понимал, как все это просто. Мы же потому-то, Юра, с тобой здесь и болтаем о том, что заперто у человека внутри. Никакого секрета у этого, никаких тайн, прямо как вернешься, так всем сразу и говори, что не смерть, а яблони в цвет у человека в дыхании, что человек — это дух небесный, а не шакалей. Так им рассказывай, Юра, а про меня не надо. И еще, когда будешь падать, не бойся падать. Аня, спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам в студию, спасибо за ваши стихи. Я хочу сделать вам подарок. Это фильм документальный нашей телекомпании, который получил на России первое место в условиях военного времени. Вы знаете о нем не понаслышке. Я думаю, посмотрите. Спасибо большое. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была поэтесса Анна Долгорева. Встретимся в эфире. Встретимся в эфире.